Всем привет! Вы на канале Ирина Ф. И в этом видео покажу покупки бытовой химии и товаров для дома. Давайте начнем с покупок в улыбке радуги. Приобрела я два средства от марки Клогер. Во-первых, крем Актив универсальный, 100% чистоты, без царапин. Обошелся он мне в районе 100 рублей. Я подобный крем уже как-то покупала. Я использую в основном для очистки сантехники, раковины, ванны. Действительно неплохо удаляет известковый налет, какие-то загрязнения. 500 мл за 100 рублей. В общем-то неплохая цена. Он дешевле других подобных кремообразных продуктов, например от марки Сиф и подобных. Очистит, мне кажется, не хуже. И решила также от этой марки приобрести и средства для очистки унитаза. Оно обошлось мне уже подешевле. Гель этот стоил порядка 60-65 рублей. Пока упаковку не открывала, сказать ничего не могу. Но надеюсь, что этот производитель меня не подведет. Вот. Привлекла мое внимание вот такая вот бутылочка. Сейчас сфокусирую, чтобы было лучше видно. Средство для мытья посуды от марки АЭС. Называется лазурит бальзам с витамином F, экстрактом алоэ. Должен быть здесь аромат ежевики. Производитель нам пишет, побеждает жир и защитит руки. Стоило, в общем-то, недорого. Что-то в районе 40 рублей. Пока бутылочку не открывала. Она у меня постоит, наверное, еще недельку в запасе. Но дома, естественно, полюбопытствовала. Приоткрыла крышечку. Аромат достаточно приятный, нежный, не очень химозный. Средство мне показалось достаточно густым. Действительно, по консистенции как бальзам, а не какой-то жидкий гель для мытья посуды. Но, надеюсь, по качеству мне это средство понравится. Ну и за 40 рублей можно, знаете, и протестировать. Но не понравится, ничего страшного. Две покупки у меня из магазина FixPrice. Такие нужные. Специально за ними заезжала. Это HomeStar гель для очистки труб. Я постоянно использую такой для профилактики засоров. Заливаю где-то 200-250 мл. В стоковое отверстие, раковины, ванны и мойки на кухне. И мне кажется, что это средство препятствует образованию засоров. То есть, использую только для профилактики. И также мне понадобились FixPrice. Мои любимые меламиновые губки Ластик. В упаковке две штуки. Стоят они всего лишь 50 рублей. По качеству мне очень нравятся. Я некоторое время назад пробовала и другие меламиновые губки. Но поняла, что для меня эти самые-самые удачные какие-то. Всего одна покупка из магазина Magnit Cosmetic. Это вот такие пакеты для замораживания продуктов. Покупаю постоянно. В упаковке 30 штук. Упаковка стоит что-то в районе 40 рублей. Пакеты очень хорошие, плотные. Я их, кстати, использую не только для замораживания продуктов, но и для хранения продуктов. Одна небольшая покупка у меня в магазине Подружка. К сожалению, в других магазинах я что-то, эти таблетки, антинакипь не вижу. В Подружке каждая упаковочка стоит порядка 65 рублей. Можно использовать для чайников и кофеварок. В каждой упаковочке идут две таблетки для очищения. У меня в районе очень жесткая вода. Накипь образуется очень быстро. И мне приходится чайник чистить, ну, наверное, раз в две недели точно. Поэтому, в общем-то, вот такое количество у меня всего лишь на два месяца, наверное. И немного покупок у меня с сайта Озон. Бывают там неплохие выгодные варианты. Например, я приобрела для своего пылесоса Electrolux HEPA-фильтр. Этот фильтр препятствует выходу обратно из пылесоса пыли. Подходит, ну, обязателен для тех, у кого есть какие-то аллергические заболевания. Ну, если еще не знаете, что такое HEPA-фильтр, да, можете почитать в интернете. Но я думаю, если в вашем пылесосе такой фильтр установлен, вы его, как и я, регулярно меняете. Удовольствие это не самое дешевое. В этот раз я купила неоригинальный фильтр от марки Neolux. Я ранее такую же приобретала. Для моего пылесоса он подходит. Стоит дешевле, как бы, оригинального фильтра. Всего 389 рублей. Я за него заплатила. Оригинальный стоит порядка 550-650 рублей. Можно почитать модели, к которым подходит этот фильтр. На упаковке они еще не так подробно перечислены. На сайте перечислены даже, как бы, цифровые значения. Например, у меня там пылесос Clario, по-моему, 70-75, ну или какой-то такой. В общем, там перечислены все-все модели подробно. Поэтому можно выбрать и не ошибиться с выбором. По качеству, мне кажется, от оригинального он ничем не отличается. Служит столько же. Я не знаю, правильно это или нет. Может быть, я даже редко меняю. Я стараюсь менять хотя бы раз в полгода такой фильтр. И еще одна покупка с... Давайте вот так его положим. Сайта Озон, я считаю, очень выгодная. Это фильтры для кофеварки от марки Паклан. У меня для кофеварки нужен размер 4. В упаковке 100 фильтров. И обошлась мне эта упаковка всего лишь в 100 рублей. Когда первоначальная цена была, по-моему, 200 или даже более. Почему я заплатила так мало? Потому что этот товар шел как уцененный. И уценен он вовсе не потому, что здесь какие-то плохие бракованные фильтры. А только потому, что, видите, вот помято и чуть-чуть вот надорвано. Ну, даже не до конца надорвано. По перфорации, да, как бы чуть-чуть разошлась упаковка. Ничего страшного в этом не вижу. Все равно сейчас эту перфорацию проткну окончательно. Открою упаковку и буду пользоваться фильтрами. Кстати, обращайте внимание, на озоне очень часто бывают товары уцененные. И в описании обязательно указана причина уценки. И очень часто эта причина именно чуть-чуть как-то помятая поврежденная упаковка. С самим товаром, с самим продуктом все нормально. Поэтому, если помята какая-то коробочка, вы берете это не в подарок, а себе. Но почему бы не приобрести дешевле? Ну, вот такие покупки были сделаны за последнее время. Все исключительно нужное и полезное в хозяйстве. И по достаточно выгодным ценам. Спасибо, что посмотрели мое видео. Желаю вам отличного настроения. Приятных покупок. Всем пока!